Сегодня мы открываем цикл мемориальных лекций, посвященных Георгию Аркадьевичу Арбатову. Я никогда не встречалась с Георгием Аркадьевичем, но все из нас, кто жили в Советском Союзе и кто интересовались международными отношениями, конечно, следили за его работой и высоко ценим его работу. Но желание организовать мемориальные лекции возникло из той работы, которую мы делаем здесь. И многие годы мы наблюдаем за тем, как отношения между двумя странами улучшаются и улучшаются, к сожалению, до такой стадии, до такого состояния, что иногда кажется, что просто обратно будет неверно, что не восстановить будет доверие, не восстановить работоспособность, не восстановить коллегиальность, не восстановить возможность составить общую повестку дня по жизненно важным вопросам. И вот в ощущении этого иногда отчаяния просто я часто думаю о Георгии Аркадьевича, о его работе. Знаете, когда люди живут и работают, и посвящают себя этой работе, так как многие из нас здесь, не думаешь о том, какое будет наследие, да, но вот проходит время и начинаешь думать, что это действительно знаковая фигура. И часто вот в этом ощущении печали от того, что не восстановить эти отношения как-то не получается у специалистов, не получается у правительства. Я думаю о том, как, ну, наверное, он думал очень часто о том, как привести две страны ближе друг к другу и привести к миру. И вся работа наша здесь направлена на то, чтобы между Соединенными Штатами, между Российской Федерацией все-таки был мир, хоть какой-то, но мир, мир и понимание. И вот работе академика Арбатова, его жизненной миссии я посвящаю этот цикл лекций. И, конечно, огромная честь для меня и для нас, для всех, для моих студентов, то, что здесь сегодня Алексей Георгиевич Арбатов. И, знаете, я повторюсь, я скажу, что я не знала лично Георгия Аркадьевича, но через Алексея, мне кажется, я знаю его. И, наверное, вот мужчина, любой человек может оставить два таких наследия. Это его работа, результат работы и дети, и сын. И вот через, конечно, через Алексея Георгиевича живет в нас и дух, и характер, и работа, которой посвятил свою жизнь академик Георгий Аркадьевич Арбатов. Пожалуйста. Спасибо, Аня. По тем же причинам, о которых вы сказали, для меня это тоже очень важный день. И я хочу, прежде всего, выразить признательность за эту инициативу и надеюсь, что она будет продолжаться из года в год. И за то, что меня пригласили открыть этот цикл общения, если можно так выразиться, ну и с тем наследием, которое оставил мой отец, и вообще со специалистами в России, которые продолжают заниматься этой темой. И я благодарен также Институту международных отношений и всем тем, кто организовал эту мою поездку. Это очень для меня отрывательно, так что я чрезвычайно признательность. Когда я думал о том, как организовать эту встречу, я посоветовался с Анной, и она сказала, что, может быть, представить себе, что Георгий Аркадьевич Арбатов сказал бы по поводу сегодняшнего дня. Ну, поскольку я не могу здесь использовать ненормативную лексику, я буду использовать политкорректное выражение. Но, во всяком случае, когда я начал думать, что он бы сказал, то мне казалось, что мне очень просто это выразить, потому что мы с ним были единомышленниками. И, наверное, то же, что я думаю по этому поводу, с какими-то отклонениями и поправками, думал бы и он. Мы, конечно, с ним очень много спорили, но спорили в основном по деталям, а в самых главных вопросах мы были с ним заодно. Может быть, я не прав, но, во всяком случае, я на это надеюсь, что то, что я сегодня вам скажу, он тоже мог бы сказать, если бы был же. Я постараюсь высказать вам свою версию, которая, конечно, не претендует на истину в последней инстанции, относительно движущих сил политики президента Путина. Причем, когда я сказал политики, я не уточнял внешней или внутренней политики, потому что для Путина внешняя и внутренняя политика неразрывно связаны. И, может быть, в этом отношении больше, чем когда бы то ни было за последние десятилетия внутриполитической ситуации в России влияет на внешнюю политику российского руководства. В основе нынешней внешней политики Путина лежат, как мне кажется, три главные составные части. Во-первых, это опыт России в 90-х годах и первых двух сроков пребывания Путина на своем посту в 2000-2008 году. Во-вторых, это опыт четырехлетнего президентства Дмитрия Медведева, из которого Путин тоже сделал соответствующие выводы. И, в-третьих, это нынешняя экономическая ситуация в России и Украине. Вот эти три крупнейших составных элемента являются основой тех решений, которые президент Путин принимает по внешней политике. Что касается опыта 90-х и 2000-х годов. Ну, про 90-е я говорить не буду, наверное, здесь это нередко обсуждалось. И то неравноправное положение, которое Россия занимала в отношениях США, всем известно. Поэтому я не буду на этом останавливаться. Для Путина это важно было не как личный опыт, а просто как опыт человека, который в 90-е годы с очень незаметных второстепенных постов поднялся на самый верх. И в конечном итоге стал премьер-министром и преемником Ельцина на высшем государственном посту. Но вот первые два срока президента Путина играют до сих пор огромную роль в его политике. Ну, во-первых, потому что они действительно были для него важны в качестве опыта. А во-вторых, потому что Путин относится к тем людям, которые воспринимают все окружающее очень лично. То, что происходит внутри и во мне страны, они воспринимают через свою собственную личность. Это может быть опять-таки связано с тем, как он жил и с каких, в общем, невысоких социальных и профессиональных высот он поднялся до своего нынешнего положения в качестве одного из ведущих лидеров мирового масштаба. И учитывая его биографию, можно понять, насколько лично он воспринимает все, что происходит, в том числе в отношениях с Соединенными Штатами. Что было в первые его два срока? Путин пришел к власти, как мне представляется, стремясь стабилизировать ситуацию в России, укрепить то, что он считал государственной властью. А он в силу своего прошлого под государственной властью имел прежде всего в виду исполнительную власть. Отсюда возникла концепция исполнительской вертикали, то есть наларить жесткую систему управления в исполнительной власти, а все остальные ветви власти подчинить ей. Это, кстати, было вполне в традициях России, и потому Путину легко было такую концепцию сформулировать. Что касается внешней политики, Путин хотел наладить хорошее отношение с Западом и США, прежде всего, с Соединенными Штатами. Но он не хотел, чтобы эти отношения продолжали строиться на той модели, на которой они были в 90-е годы. Он хотел более равноправных отношений. Он не претендовал на то, что Россия станет второй северной державой. Он понимал, что в тех условиях это было невозможно. Но он хотел, чтобы Россию воспринимали с уважением, чтобы к ее интересам относились с пониманием, и чтобы Россия была все-таки для Соединенных Штатов, если не равным партнером, то самым важным партнером во всем окружающем мире. В силу специфика России как государства. Что он сделал, придя к власти? Ну, то, что он сделал во внутренней политике, всем известно. Он начал наступление на гражданское общество, попытался, прежде всего, изменить состав парламента. Ему это удалось. И законодательная власть, в отличие от ельцинских времен, стала послушной законодательной властью. Он поставил под контроль государства основные средства массовой информации, прежде всего, телевидение, которое предоставляет информацию более чем 90% российских граждан. Он пошел по пути ограничения возможностей гражданского общества, некоммерческих организаций, которые, всего точки зрения, мешали управлению страной. Это все он сделал. Вот и так. Но на этой основе он попытался отношения с Западом значительно улучшить по сравнению со временами Ельцина. И тем самым показать Западу, что Россия находилась на той стадии своего развития, когда слишком много демократии могут быть вредны для отношений между Россией и Западом. А ограниченная демократия, или как ее стали называть, суверенная демократия, вторая концепция того времени, как раз для Запада очень даже удобна. И он сделал ряд шагов, чтобы это продемонстрировали. Ну, во-первых, по части разоружения. При нем было сразу ратифицировано соглашение договор СНВ-2, который Государственная Дума в течение 7 лет отказывалась ратифицировать. Как раз в это время я был в Государственной Думе, заместителем председателя Комитета по обороне. И все наши попытки ратифицировать этот важнейший договор СНВ-2 окончились безрезультатно. Путин, придя к власти, сразу в первый же год добился ратификации этого договора в Государственной Думе и Совете Федерации. При Путине было ратифицировано соглашение, а точнее важнейший договор о запрещении ядерных испытаний. При Путине было ратифицировано адаптированное соглашение о сокращении обычных вооружений в Европе. При Путине в 2002 году, когда Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО, не возникло кризиса в отношениях. Более того, в том же году был подписан еще один договор по наступательным стратегическим вооружениям. У США его называют СОРТ, у нас называют стратегические наступательные потенциалы СНП. Вы помните, это был договор, который, в общем, не вступил в законную силу, но который ограничивал ядерные боезаряды уровнем 2200 единиц двух сторон. И, кстати, новый договор СНВ, подписанный в 2010 году, де-факто легализовал именно такие уровни. Хотя по правилам подсчета в договоре были написаны другие цифры. Вот это то, что он сделал. В ответ на террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне он первый позвонил президенту Бушу, выросил свое сочувствие. И, несмотря на огромное давление со стороны коммунистов и националистов, он занял самую кооперативную позицию в отношении Соединенных Штатов, в частности, по операции в Афганистане. Я был тогда, опять-таки повторю, в парламенте, и мне по роду службы приходилось почти каждый месяц ездить в Таджикистан. И я видел своими глазами, как через огромные понтоны, через реку Пянш на север Афганистана двигалась боевая техника, которую Россия поставляла, и которую взяли у Ирана, ранее поставленную Россией, и передали Северному Альянсу, который, собственно, и решил всю войну на земле. Самая кровавая, самая грязная часть операции всегда на земле. Авиация антитеррористической коалиции наносила удары с воздуха, спецназ определял цели, но главная война была сделана Северным Альянсом с помощью российской военной техники, российских инструкторов, а в пределах 20-50 километров от границы с Таджикистаном и под огневым прикрытием российских вертолетов. Это была полная помощь, которую только можно себе представить. Я бы сказал так, что и в военном, и в политическом отношении участие России в этой операции было важнее, чем участие любого другого союзника США, даже тех, кто осуществлял какие-то боевые вылеты на авиации тогда в Афганистане. Политически, потому что именно благодаря России удалось добиться сотрудничества Узбекистана и Таджикистана, враждовавших между собой, и тем самым объединить Северный Альянс, состоявший из узбеков и таджиков, в эту единую армию, которая в течение нескольких недель разгромила Талибан. При Путине началось новое расширение НАТО. Когда его спросили в 2001 году, как он к этому процессу относится, есть цитата, он сказал, мы изменили бы отношение к этому процессу, если бы Россия была его частью. Было такое у него высказывание, такое определение. Что он получил в ответ на все эти шаги? Он получил, еще семь стран присоединились к НАТО и вышли к российским рубежам. Выход Соединенных Штатов из договора по ПРО. Нежелание США заключать новый серьезный договор по наступательным стратегическим вооружениям. Отказ США от ратификации договора о запрещении ядерных испытаний. Признание независимости Косово. Отказ ратифицировать адаптированный договор по обычному вооружению в Европе. Отказ вести какие-либо разговоры по поводу невооружения, немилитаризации космоса, на чем Россия очень настаивала. Абсолютно оскорбительные высказывания в адрес Организации Объединенных Наций, помните, кто их делал, не буду здесь называть имен, со стороны США в то время. И поддержка цветных революций, имевших антироссийскую направленность и в Грузии, и в Украине. Какой Путин сделал вывод из этих первых лет своего управления? Вывод, что на основе уступок с Соединенными Штатами хороших отношений не построишь. Эти уступки и шаги навстречу не ценятся, а используются для того, чтобы выдвигать ценовые требования и в целом, чтобы с Россией не считаться. Раз Россия идет на уступки, значит она слаба. Раз она слаба, нечего с ней считаться, и никакие интересы России не могут признаваться обоснованными и легитимными, если они хоть в малой мере не совпадают с интересами Соединенных Штатов. Пришел Медведев. Путин был первым президентом и руководителем советского российского государства, который по конституционным основаниям ушел со своего поста. Конечно, он остался у власти, мы все это прекрасно понимаем, но формально он оставил пост президента и пошел на определенный риск, потому что в прошлом многие предшественники его и в России, и в Советском Союзе, когда приходила какая-то серая фигура к власти, надеялись, что она станет послушной, она оказывалась очень даже непослушной, и потом очень быстро брала власть в свои руки. И это было и со Сталином, это было и с Хрущевым, и с Брежневым, и даже в какой-то степени с Гербачевым. Он не побоялся этого, хотя, конечно, он основательно подстраховался разными способами, не буду о деталях об этом говорить, достаточно хорошо известно, не относится к нашей теме, но он ушел, поставив Медведева. Медведев был человек других взглядов, другого прошлого, и он выдал концепцию партнерства ради модернизации. Она состояла в том, что Россия должна избавиться от экспортно-сырьевой экономики, которая является для России проклятием, и была, и остается, и стать высокотехнологичной инновационной экономикой на основе интеграции с Западом, гораздо более глубокой интеграции. Медведев говорил, что мы сильно обстаем, в смысле Россия, но мы можем воспользоваться западными инвестициями и технологиями для того, чтобы совершить скачок, совершить российское чудо, и стать другой экономикой, а, соответственно, и другой политической системой. Потому что та система политика, которая сложилась в России в 90-е годы и в последующем первом десятилетии, она неразрывно связана с той экономической моделью, которая в России воцарилась после крушения Советского Союза. Прошло 4 года при Медведеве. А что из этого получилось? Ничего не получилось. Потому что оказалось очень быстро, что для того, чтобы воспринять западные инвестиции и технологии, России не просто нужно менять свою экономическую систему и законодательство, а основательно менять сложившуюся к тому моменту политическую систему. И более того, изменения этой политической системы грозили лишить власти ту новую новинклатуру, которая к тому моменту уже очень хорошо обосновалась в высших эшелонах государства, экономики, целовых структур. Это вот та самая исполнительская вертикаль, суверенная демократия, мощная бюрократия, слившаяся с бизнесом, которая, собственно, и была основой воспроизводства экспортно-сырьевой модели экономики. И для того, чтобы эту модель изменить, надо было изменить политическую систему, а она очень быстро лишила бы власти тех, кто в власти к этому моменту стоял. Я имею в виду не Путина и даже не столько Путина, а вот эти несколько тысяч или десятков тысяч людей, вторая волна постсоветской номенклатуры, которая к этому моменту уже заняла все ключевые позиции. И, конечно, они были против таких перемен. Между тем, правящий класс обеспокоился тем, что возник средний класс. В первое десятилетие Путина был большой экономический рост, в четверо повысился жизненный уровень граждан, почему они приветствовали его правление, его политическую модель. И возник средний класс, который именно хотел таких изменений. Этот средний класс был объектом удушения со стороны сложившейся политической и экономической системы. И когда Путин объявил, что он вернется снова к власти, то есть будет участвовать в выборах, что было ясно, что приведет его к власти, начались волнения. Средний класс вышел на улицу. Массовые демонстрации протеста в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах против Путина, против новой думы, которая в 2011 году была выбрана на основе достаточно нечестных, манипулятивных выборов. Вот эти люди вышли на улицу с плакатами, зачастую абсолютно оскорбительными в адрес Путина, такими, за которые здесь в Америке сразу посадили в тюрьму. И из этого Путин сделал свой второй вывод. Второй вывод Путина состоял в том, что дальнейшая интеграция с Западом грозит разрушить сложившуюся в России политическую систему. И приведет она с точки зрения Путина не к демократии, а к хаосу. К тому хаосу, который мы видели в Грузии, который мы видели в Украине в 2004 году, и потом мы видели в 2005 году, и вот после Майдана сейчас в Украине. И, следовательно, дальнейшее сближение с Западом, в отличие от концепции Медведева, ставит под угрозу сложившуюся политическую систему России. Поэтому, придя к власти, он круто изменил тот путь, по которому Россия шла предшествующие 20 лишним лет. Вместо европейского пути, о котором он сам говорил в 2003 году, выступая на саммите России и ЕС, он предложил евразийский путь. То есть путь, который не ведет Европу и, конечно, не ведет в Азию, но под евразийством имеется в виду не географические понятия, а вот какой-то специфический национальный путь развития России, в котором она шла несколько сот лет до этого в той или иной другой форме при советской власти и снова уже при новой системе, которая сложилась в 90-е годы и в первое десятилетие 21 века. Вот это евразийство основано на традиции, но суть этого евразийства состоит в том, что не государство служит народу, а народ служит государству. Государство – это основа территориальной целостности, стабильности и безопасности граждан, и потому народ должен служить государству, а государство будет всем управлять. Как вы понимаете, это нечто совершенно иное, чем европейские политические, социальные и моральные ценности. И отсюда весь разговор о российских традиционных ценностях, или, как Путин назвал их, традиционные моральные скрепы. Вот это, об этом говорится много всякой ерунды, но если отшелушить все это, то в остатке, как в середине луковицы, твердая часть, остается одно – государство опирается на народ, народ служит государству, а государство знает, как лучше надо делать. Самодостаточность – не опираться на интеграцию с Западом и западной технологией. Самим опираться на свои собственные силы. И в этом плане, чтобы Россия была самодостаточной и независимой в своей внешней политике, и чтобы ее безопасность была обеспечена от всяких попыток или напрямую угрожать военным путем, или поощрять цветные революции. А, кстати говоря, я это не сказал, но это очень важный момент. Волнения 2011-2012 года однозначно были восприняты в Кремле как попытка совершения цветных революций, которых всячески способствовал Запад. И экономически оказывал помощь, и политически, и морально, и активно действовал через некоммерческие организации и гражданское общество. Так вот, чтобы от этого Россию обезопасить, нужна большая военная мощь. Нужен свой собственный альянс. Не стремиться сближаться с НАТО и с Европейским Союзом. Создать свой собственный альянс. В виде организации договора коллективной безопасности, консолидировать этих союзников, пять стран вместе с Россией, и подняться на более высокий уровень через Евразийский Союз, который должен был увенчать процесс таможенного союза и экономической интеграции. Вот эти два атрибута, как я полагаю, с точки зрения Путина, могли восполнить экономическую слабость России и ее зависимость от мировых цен на нефть и газ. Потому что, имея большую военную мощь и огромный ядерный потенциал, и имея свой собственный союз, Россия выдвигалась где-то на уровне США. Конечно, она не была равной США, но ни один другой центр силы в мире, будь то Европейский Союз, Китай, Индия, Япония, я уж не говорю про Бразилию и другие центры силы глобальные, региональные, не имел такой комбинации. Огромной военной мощи, включая ядерное оружие и собственного союза. Кроме США, только США имели то же самое. Если Россия будет тоже это иметь, может быть, и в меньшем объеме, и в менее впечатляющих формах, все-таки она выдвинется вперед, даже по сравнению с Китаем, даже по сравнению с Европейским Союзом, не говоря уже про Японию. Потому что эти два атрибута, с точки зрения Путина, это атрибуты великой державы, даже, можно сказать, сверхдержавы 21 века. Чтобы противопоставить американцам с их союзами в Атлантике, на Тихом океане, что-то Путин также совершил поворот на восток. Тем более, что и Соединенные Штаты объявили о таком повороте. Это дало лишний стимул. Путин тоже пошел на этот поворот. Для него поворот на восток – это прежде всего, конечно, Китай, который является независимой от США новой сверхдержавой 21 века, и сближение с которым для России и по политическим, и по экономическим причинам выглядело как перспективный путь, если Россия отказалась от сближения с Западом. Россия, отказавшись от сближения с Западом, не хотела остаться в одиночестве и в изоляции. Но вот этот новый союз, она видела на востоке Китай, ну и ряд других стран через такие организации, как ШОС и БРИКС, которых вы хорошо знаете. И, наконец, что делать с инновационным развитием? Нефть, газ можно продавать. Купить на эти деньги инвестиции, высокие технологии оказалось невозможно. По тем причинам, о которых было сказано. Чтобы их воспринять, Россия нужно было изменить политическую систему. А этого не хотелось делать. Значит, был выдвинут такой тезис, и его главным сторонником стал Дмитрий Рогозин, который поднялся очень высоко в герархии власти. После того, как работал послом НАТО, делал переговоры по противоракетной обороне, занял очень высокие посты. И он до сих пор этот тезис проводит в жизнь, что основой инновационного технологического развития России является военно-промышленный комплекс. И он за него, кстати, отвечает. Вот этот военно-промышленный комплекс. Когда ему возражали, что то же самое было при Советском Союзе, в основе экономики был военно-промышленный комплекс, и в конечном итоге Советский Союз развалился, потому что не мог военно-промышленный комплекс обеспечить нужды развития страны, помимо военных, то он мог бы ответить. Почему я говорю, мог бы ответить? Потому что никто ему этот вопрос в лоб не задал. Может быть, и задал, но я этого не слышал. И, соответственно, он на него ничего публично, насколько я знаю, не сказал. Но если я пытаюсь поставить себя на его место, то он бы сказал следующее. Да, Советский Союз развалился, потому что это была командная государственная экономика. А в России сейчас рыночная экономика и мощные инвестиции в военно-промышленный комплекс вызывают эффект каскада, оживляя жизнь в соответствующих регионах, создавая спрос. Создавая спрос на новые высокие технологии, которые военно-промышленный комплекс создает. И поэтому такого рода ориентация у России не закончится тем же, чем она закончилась для Советского Союза. Итак, вот этот новый курс состоял из тех элементов Путина, политики Путина, о которых я сказал, и привел он, как мы знаем, к серьезному ухудшению отношений между Россией и Западом. Причем это отношение, ухудшение начала Россия. Соединенные Штаты долгое время не понимали, что происходит и куда поворачивает политика России. То есть принимали это как нечто ориентированное на внутреннюю аудиторию. Но с 2012 года со стороны России началась кампания о военной угрозе со стороны Запада, которая подкреплялась какими-то безумными тезисами о том, что Запад хочет отнять у России ее нефть и газ. И как потом еще шутили, и гречневую кашу, потому что начались перебои с поставками гречневой каши. И что России надо укреплять свою мощь и быть на стороже, потому что Запад будет стремиться поставить Россию назад на колени, из которых она, вроде бы, по логике этой политики, должна была вставать. И здесь вступил в силу третий элемент политики Путина, о котором я сказал. Украина, а за ней экономический кредит. Потому что именно в тот момент, когда Россия отвернулась от Запада, Украина к нему повернулась. И это создало такой рифт, такой серьезный конфликтный момент, который вылился во все последующие события. Не буду я хронологию вам приводить, вы, наверное, хорошо ее помните. Которые привели к самому тяжелому кризису в отношениях между Россией и Западом не просто с момента окончания Холодной войны, а, на мой взгляд, с Карибского кризиса 1962 года. Когда и ядерное сдерживание, и военная конфронтация вышли на передний план отношений, о чем просто было немыслимо подумать или представить себе 10, 15, 20 лет назад. Я не буду, опять-таки, перечислять последовательность событий, но просто я хочу обратить ваше внимание на то, что на Западе было катастрофически недооценено, а именно на важность Украины для России. Это не Грузия, не Прибалтика, не Молдавия, не Таджикистан и Киргизстан. Это нечто совершенно другое. Почему? Мой ответ на это простой. Потому что Россия и Украина – это один и тот же народ. Когда я это говорю в западной аудитории, сразу навлекаю на себя обвинение, что я против суверенитета, независимости Украины. Это не так. Я всецело за то, чтобы Украина была самостоятельной, сильной страной и развивалась так, как ей нравится. Но факт остается фактом, что русские и украинцы – это один и тот же народ. Трудно найти русского, у которого не было или украинской крови, или украинских родственников, или украинских друзей, и наоборот. И диверсификация, различия национально-этнические, религиозные внутри Украины и внутри России гораздо больше, чем между Украиной и Россией. Более того, поскольку это настолько близкие два народа, практически один народ, все, что происходит на Украине, имеет огромный эффект на то, что происходит в России. И поэтому поворот Украины на запад в тот момент, когда Россия повернула на восток и сказала, что будет теперь самодостаточной, вызвал такой шок. И вызвал такие неординарные, очень резкие действия со стороны Москвы. Сначала попытка договориться с Януковичем, условно говоря, по понятиям. А когда это сорвалось, то и Крым, и Донбасс, и Луганск, и конфронтация с Западом, и все, что последовало. И это вот момент, который на Западе совершенно недооценили. Что потеря Украины для России означает крах ее политической системы по существу. И национальная катастрофа. И поэтому у своих границ, в Донбассе и Луганске, в Крыму, Путин был готов пойти гораздо дальше, чем Запад, отстаивая ту линию, которую Запад в Украине имел. Потому что ставки Путина были гораздо выше. Это ставки сохранения государства и сохранения той системы власти, которая сложилась и на вершине которой стоял он сам. Какие сейчас приоритеты внешней политики Путина, после всего, что произошло? Ну, прежде всего, это опять-таки, это величие России, статус. Это то, что для него важно само по себе. И то, на чем держится его высокий рейтинг, популярность и поддержка народа, несмотря на экономический кризис. А может быть, даже еще во многом и из-за экономического кризиса. Этот экономический кризис в условиях конфронтации с Западом и попыток Путина, несмотря на кризис, утвердить Россию в качестве глобальной державы, вызвал среди общественности, народа очень большую поддержку. И поддержка Путина действительно велика. Я не уверен в том, что рейтинги, которые проводятся, абсолютно точны. Вполне возможно, туда-сюда какие-то манипуляции. Может быть, поддержка Путина не 90%, но то, что она 60 или 70, в этом я не сомневаюсь. Потому что сам я к этим 70% не отношусь. Но поддержка Путина действительно велика. Именно из-за того, что он восстанавливает величие России, а русские хорошо помнят, унижения, отступления, неравноправные отношения последних 20 лет. Удержать Украину в сфере российского влияния. Это вторая важнейшая цель. Хотя сейчас это из-за Сирии отошло на второй план. Но это остается важнейшей целью внешней политики России. Я еще немножко в конце об этом более подробно скажу. Но это остается важнейшей целью, потому что для России Украина – это прежде всего не внешний политический вопрос, а внутриполитический вопрос. Сохранить свой альянс в качестве противовеса американскому альянсу. В американском альянсе по предварительным таким примерным подсчетам, если считать союзников и партнеров и на Западе, и на Востоке, ну, примерно 40 стран. И, кстати, эти все 40 стран одинаково с ними голосуют в ООН по всем вопросам, касающимся России, включая санкции. И по Украине, и по Крыму. В России, конечно, гораздо более скромный союз. У России 5 стран – это Ближний союз, это Организация Договора коллективной безопасности. Ни одна из этих стран не поддержала независимость Южной Осетии, Абхазии в 2008 году. С поддержкой Путина по Крыму фактически из этого договора коллективной безопасности выступили только две страны – Армения и Белоруссия. Другие воздержались. И по всем крупным вопросам наши союзники воздерживаются. В России говорят, это потому, что мы на них не давим, так как американцы, не выкручиваем им руки. И поэтому они свободны голосовать. Но если они свободны голосовать, почему же они воздерживаются? Все равно вопрос остается без ответа. Видимо, у них другая политическая линия. Даже наш ближайший союзник в Белоруссии, который вообще на самом деле является частью единого государства, у нас строится уже много десятилетий. Единое в Белоруссии государство. Там такой экзотический лидер, как Лукашенко, вы все хорошо его знаете. Вот эта единая с нами государство, то есть часть нашего государства, она проводит совершенно другую внешнюю политику по отношению к России. Она не вышла из договора об обычных вооружениях в Европе. Она не присоединилась к российским санкциям. Она не стала частью западных санкций. Она в последний момент, в последней самой новости, вдруг заявила, что никакой российской военно-воздушной базы у себя она не будет строить. Хотя об этом на протяжении недели у нас в России с великой радостью сообщали средства массовой информации. Лукашенко сказал, что нет, не будем. И так далее. Не признали они ни Крым, не признали они ни Осетию и Абхазию. По Крыму они голосовали против резолюции, которая объявила референдум незаконным. Но Крым они не признали. И все время общаются с руководством Украины. Так же, впрочем, как и с Казахстаном. Поэтому, да, это союз, да, собственный российский союз. Но, наверное, все-таки немножко не такой, какой хотел Путин построить. Уж не говоря про Шоссе Брис. Но, тем не менее, цель сохранять этот союз, хотя бы видимость его, хотя бы все эти новые банки инвестиционные, очень небольшие, скромные, и огромную гору документов, которые каждый раз подписываются, это очень важно, чтобы Россия все-таки была не одинока, чтобы она имела вот этот вот свой соответствующий союз. По возможности еще цель России это вносить разногласия в стан американских союзников. Отсюда активная дипломатия и ориентированная и на европейских некоторых союзников, Венгрия, Чехия, Греция, и на азиатских союзников, таких как Япония, Южная Корея. Ну, естественно, если мы находимся в конфронтации с Западом, наша задача это все-таки ослабить этот единый фронт. Но при этом я хочу сделать одну очень важную оговорку. Это не курс на беспредельную абсолютную конфронтацию. При этом Путин хочет сохранить сотрудничество по ряду направлений, которые не ставят Россию в зависимости от Запада и которые более-менее могут на равных основаниях Россию включать в качестве избирательного партнера. Ну, например, по Ирану это проявилось, по вывозу химического оружия из Сирии это проявилось. И в известной степени это же имело место и по всему, что сейчас связано с Сирией. Это желание сотрудничать с Западом, но не на западных условиях, а самостоятельно с российскими собственными приоритетами. И в случае, если такое сотрудничество не получится, то действовать самостоятельно, но не доводить это до прямой конфронтации. Что еще является целями внешней политики Путина? Снятие экономических санкций без потери Украины и Крыма. Что это значит? Это значит, что пусть украинцы идут своей дорогой, но сохраняют нейтральный статус, то есть вопрос о членстве в НАТО должен быть снят или отложен на бесконечное будущее. И пусть они сближаются, если смогут, с Европейским Союзом, но экономические интересы России должны учитываться. И российские инвестиции в украинскую экономику, особенно в промышленность, и торговля, приграничная с районами такими. Вот на этой основе возможно деэскалация напряженности в Донбассе и в Луганске, и даже, в общем, возврат к статус-куанте, если можно так выразиться. Хотя мы понимаем, что это сделать очень сложно. Теперь разрешите мне несколько слов сказать по Сирии, поскольку вдруг возникла вся эта сирийская эпопея. Путин своими действиями в Сирии совершенно разрушил встроенную структуру моей лекции. Потому что нельзя об этом не сказать. А это новая тема. Требует она тщательного обдумывания. Всего она неделю как присутствует. Поэтому я не могу вам предложить продуманную концепцию и анализ, а только некоторые предварительные соображения. Во-первых, мотивы российской операции в Сирии. Ну, официально вы знаете, какие мотивы. Это борьба с исламским терроризмом, экстремизмом на дальних поступах. Потому что если он там победит, они вернутся в Россию и через Центральную Азию, через Северный Кавказ, через Поволжье. И нам придется воевать с ними на своей собственной территории. Две тысячи выходцев из России и СНГ воюют вместе с исламским государством. Это люди, которых надо лучше уничтожить в Сирии и в Ираке, чем ждать, пока они вернутся в Россию. Второе. Что является опорой российской операции там? Режим Башара Асада. Ему Россия не видит альтернативы. Все эти разговоры о том, что есть какая-то умеренная оппозиция, отвергаются. И спрашивают, а где эта умеренная оппозиция, например, в Ливии? А где эта умеренная оппозиция, например, в Ираке? Там есть правительство, которое поддерживает и США, и Россию. Но это не какая-то умеренная оппозиция. Это те, кто пришел к власти. Умеренная оппозиция – это какое-то невнятное понятие. Я вот только что вернулся с заседания в Вашингтоне правления НТИ. Мне пришлось там общаться с людьми, которые хорошо знают эту тему, в отличие от меня. Я не специалист по Ближнему Востоку. Я спрашивал, ну назовите мне хоть одного деятеля этой умеренной оппозиции, кто мог бы стать альтернативой Башару Асаду, если он все-таки уйдет. Никто его, наверное, не может назвать. Какие-то люди ездят в Женеву, ведут переговоры, ездят в Москву. Какая у них опора в Сирии? Смогут ли они удержать там власть? Опыты Египта и многих других стран показывают, что это скорее иллюзия, чем реальность. И вот здесь у Путина очень сильные позиции. Америка говорит про какую-то умеренную оппозицию, а Путин говорит, да нет такой оппозиции. Может быть, какие-то люди есть, но их сметут тут же. Их сметут исламисты, реакционные, ИГИЛ, если только пойдет Башар Асад как существующий противовес. К тому же, как бы не обвинять Башар Асад во всех его преступлениях в ходе Гражданской войны, где преступления были и с той, и с другой стороны, как всегда бывает во время Гражданской войны. Но все-таки он является формально легитимным руководителем Сирии. Его представитель Сирии ТВО, а не представитель какой-то умеренной оппозиции, которую никто не знает. Вот поддержка Башар Асада, в том числе и потому, что армия Башар Асад должна выполнить функцию боевых действий на земле. То же, что Северный Альянс в Афганистане сделал в 2001 году. И не допустить падения Башар Асада, чтобы не случилось то, что имеет место в Ливии, то, что имеет место в Ираке, и очень вероятно будет иметь место в Афганистане в самое ближайшее время. Почему такой тайминг? Почему вот именно сейчас? Наверное, это готовилось давно и было приурочено и к юбилейной сессии ООН. Но, возможно, были еще некоторые причины для именно вот этого, такой спешки. Я бы сказал, что при долгой подготовке все-таки элемент спешки здесь присутствует. Потому что положение армии Асады стало катастрофическим, это раз. И потому что до Кремля дошли сведения, что Запад готовит резолюцию по бесполетной зоне, но флайт-зоне. И тут же возникли ассоциации, понятно с кем, с Ливией. И тут же возникла перспектива, что произойдет все то же самое, что и там. И отсюда такую упорную авиацию и начались эти быстрые полеты, чтобы ни о какой бесполетной зоне не было бы там и речи. Это все официальная позиция. И я не ставлю ее под сомнение. Все эти соображения имеют место. Но не только. Наверное, имеют место и другие, о которых не говорят и которые не менее важны. Ну, во-первых, объявив об этом в ООН и предложив широкую коалицию, Путин хочет вывести Россию из изоляции, которой все-таки она оказалась в связи с Украиной. Да, это не та изоляция, о которой, может быть, мечтает Обама и Камерон. Слишком многим странам в мире нужны российские нефть, газ, территория, атомные технологии, оружие и так далее. Но все-таки в отношении самых развитых стран это изоляция. Вывести и предложить вместо конфронтации на Украине базу для сотрудничества. Второе. Отвлечь внимание от Украины. Украинский проект, в общем, вступил в стадию стагнации, можно сказать, зашел в ступик. Большой прорыв Новороссии не состоялся. Да, Крым наш, это понятно, все очень радуются по этому поводу. Но уже это стало привычным. Люди уже стали от этого уставать. И даже стали высказывать соображения о том, что слишком много денег на этот Крым уходит. А в условиях экономического кризиса и жесточайшего урезания федерального бюджета, в том числе по социальным статьям, кормить Крым, кормить Донбасс, кормить Луганск. Условно говоря, кормить. Все им поставлять туда, чего даже нет в России. Это уже становится не очень популярной темой. И мировая общественность стала уставать тоже от Украины. И Путина роль в украинском кризисе, что для него очень важно, быть в центре мировых событий. Потому что это означает быть лидером великой державы. Роль Путина в связи с украинскими событиями, которая еще год назад была в центре мировой политики, отодвинулась на периферию. Вот была встреча в Париже. Я думаю, что в Америке трудно найти человека, кроме специалистов, которые что-то знали про эту встречу. И тем более, что на ней решили. Она уже ушла на периферию. Ситуация, как говорится, захрясла надолго. Какие-то мелкие шаги там возможны. Возможны даже и обострения тоже. Это требует пристального внимания. Но это уже не та тема, с которой Путин может выглядеть, как лидер глобальной державы. А вот по Сирии он снова выдвинулся на передний план. Ну, про осады я говорил. Еще есть такое обстоятельство. Иран. После заключения с Ираном совместного плана действий, возникли опасения, что в политическом отношении это может быть для России очень вредно. Во-первых, потому что Иран выйдет со своими нефтью и газом на мировой рынок и повлечет дальнейшее падение цен. Во-вторых, потому что он может предоставить Европе альтернативные источники со снабжением углеводородами, что для России, конечно, является потерей очень важного инструмента политики в отношении Украины и в отношении Европы. И в-третьих, потому что Россия перестает быть главным покровителем и союзником Ирана и будет терять там свое влияние. Так вот, создать новую коалицию по сирийскому вопросу, что для Ирана, конечно, является жизненно важной темой, под руководством России, это сохранить Иран как минимум в орбите российского политического влияния, несмотря и вопреки. Вопреки в кавычках, потому что совместный план действий – это очень хорошее мероприятие, но вопреки тем побочным негативным последствиям, которые этот план может иметь. И что еще в смысле сирийской операции важно? Понимаете, Россия потратила в последнее время очень много денег на возрождение своей военной мощи. Огромная программа модернизации вооруженных сил, не только ядерных, но и сил общего назначения. Бесконечные учения большого масштаба. Конечно, это было связано и с украинским кризисом, но это все было призвано все-таки обновить вооруженные силы, как говорили, передать им новый облик. Хотя, на мой взгляд, абсолютно глупая формулировка, но долгое время говорили, вот новый облик вооруженных сил. Боеготовность, новая техника и так далее. А где ее показать, что мы действительно достигли этих успехов? В Крыму бескровно все получилось, слава Богу. Донбасс-Луганск, это все было скрытно. Это все было в каких-то ограниченных очень масштабах. А вот Сирия предоставила возможность это сделать. И удовлетворить те круги военных и патриотически настроенные круги, которые недовольны тем, во что вылился украинский проект. Ну, Крым наш, это да, это приятно. Но Луганск и Донбасс 2% украинской территории. Что мы получили? Огромное бремя. А в остальном ничего. И вот Сирия для них это новый способ продемонстрировать российскую мощь и Россию в качестве великой державы. Плюс к тому, еще испробуйте новые системы оружия, как стрелатые ракеты, калибр РНК, которые недавно были запущены. Одно дело это на полигоне, а другое дело это в реальных условиях. Нужды запускать эти ракеты военной никакой не было. А испробовать их в деле и продемонстрировать, что это эффективное оружие, вроде американских морских ракет «Тамагар». Это было тоже не вредно. Но это все дополнительные аргументы, которые присутствуют. Но самое главное, я хочу повторить, это все-таки другое. Это продемонстрирует, что Россия великая держава. Это опровергнуть тезис, который президент Обама неоднократно выдвигал, о том, что Россия региональная страна. Раз за разом. Он говорил, Россия это региональная страна. Для Путина это был вызов и провокация. Надо было как-то на нее ответить. То, что было в Украине, это все равно региональная страна. А вот то, что в Сирии, это уже, извините, не региональная страна. Это уже великая держава, коей был Советский Союз, который имел там постоянное присутствие, участвовал в тех конфликтах. Ну и, наконец, это не региональная страна, потому что это первая военная операция российских вооруженных сил за 25 лет вне зоны постсоветского пространства. Опять-таки, ностальгия по Советскому Союзу. Вот Россия встала с коленки. Кое-что может теперь сделать, что делал и Советский Союз. И, наконец, последнее, что связано с Сирией. Это уже такая эмоциональная часть, но тоже немаловажная. На протяжении последних 10 лет все время говорили новые сверхдержавы 21 века, это США и Китай. США и Китай. Вот две сверхдержавы. Все остальное где-то там на втором, третьем плане, включая и Россию, которая стала в последние годы вообще предатком Китая, вступив в конфронтацию на Западе. Вот вам, пожалуйста, кто вспомнил о Китае за последнюю неделю? Ни разу и никто. Он исчез, Китай. Несмотря на визит и все. В центре внимания Россия, в центре внимания совершенно новой вот этой вот операции в Сирии. Я думаю, что для Путина это все очень важно. Чем чреват этот новый конфликт по Сирии? Опасен ли он? Я думаю, что он опасен, но он опасен прежде всего из-за того, что возможны случайные столкновения, случайные удары, которые в нынешних условиях могут сильно обострить наши отношения. В этом плане он опасен. И вот если попытки будут вести какую-то бесполетную зону, то, к чему призывают некоторые кандидаты к президенту здесь, несмотря на то, что там летают российские истребители и бомбардировщики, или поставить так называемые умеренные оппозиции зенитные средства, вот это опасно. Это очень опасно. Этого нужно избежать во что бы то ни стало. В остальном, я считаю, что все-таки эта нынешняя ситуация в кризисе, она не такая опасная, как ситуация на Украине. Я надеюсь, что кризис в Сирии поможет провести деэскалацию кризиса на Украине. И она, конечно, не такая опасная, какая бывала в годы Холодной войны. Это было давно. Большинство из сидящих здесь этого уже не помнят. Может быть, они еще не родились тогда, когда все это было. Но в годы Холодной войны Советский Союз присутствовал там против Запада. Линия фронта была понятная. Запад-Израиль, Советский Союз, арабские страны, палестинцы. И ряд кризисов, такие как Суэрский кризис 1957 года, кризис войны Юн-Кипура 1973 года, действительно поставили на грани столкновение и даже ядерные войны. Ядерные силы приводились в повышенную боеготовность. И только дипломатические усилия помогли разрядить этот конфликт. Сейчас ничего подобного даже и близко нет. Посмотрите, что там происходит. Это странная такая война и странный-странный кризис. Почему? У нас есть общий враг. Это исламское государство. Это всеми признается. У нас есть общий союзник. Там. Это, прежде всего, правительство Ирака. Он союзник и Запада, и поставлен, собственно, американцами, и союзник России. В Ираке создается информационный центр. Ирак позволяет нашим самолетам и ракетам летать через его территорию. Есть неясные темы. Иран, он с кем вообще? Он активный игрок в этой ситуации. Может быть, даже незаменимый, если иметь в виду операцию на земле. Соединенные Штаты пока не определили свою позицию в отношении Ирана. Хотя, соглашение по ядерной программе облегчает сотрудничество с Ираном. Есть и серьезные, конечно, разногласия. Они относятся к осаду. Они относятся к умеренной оппозиции. И они относятся к той оппозиции, которая является совершенно неумеренной. Я даже сказал, весьма зверской. Но которая не входит в ИГИЛ. И которая воюет и с осадом, и с исламским государством. Это же Абхадан-Нустра. И подобные организации. Россия четко сказала, это враги, мы будем их уничтожать. Соединенные Штаты какую-то очень невнятную позицию по этому вопросу занимают. Хотя, например, Израиль относится к этому крайне негативно. Еще что осложняет ситуацию. Все наши союзники имеют какие-то еще свои приоритеты, помимо этого. Ну, например, для Саудовской Аравии, аравийских государств, главный противник, это не исламское государство. А это Иран и Сирия. Для Турции главный противник, это не исламское государство, а это Курда и Сирия. Для Израиля это Хезбалла. Он не любит всех, но Хезбалла это все-таки самый главный противник. А Хезбалла это наш союзник в войне против исламского государства и в поддержку Асада. Для Сирии. Для них, конечно, сейчас главный противник тоже не исламское государство. Они даже не имеют с ним линии соприкосновения. Для них главный противник сейчас это так называемая умеренная оппозиция. И Джабхат Ан-Нусра. И для того, чтобы вступить в бой с исламскими государствами, надо сначала победить вот эти организации. Поэтому, так сказать, российская авиация наносит сейчас главные удары именно по этим организациям. И так далее. Но при всей сложной ситуации велика вероятность неконтролируемых событий и случайностей. Но, чтобы закончить на оптимистической ноте, я скажу, что для меня, например, в этой сирийской всей эпопее есть два положительных момента. Любая война плохая, любая война этой разрушения, жертвы и беженцы, ничего хорошего в ней нет. Но относительно, если подходить, то почему мне кажется, что Сирия имеет некие положительные моменты? Я предпочитаю, что русские военные сражались с исламскими террористами, а не с украинцами. Прежде всего. И, во-вторых, Сирия, в отличие от Украины, это все-таки не та тема, где Россия и США могут столкнуться лоб в лоб и стать на грани ядерной конфронтации. На Украине это возможно и было очень возможно, к сожалению, еще год назад. Я надеюсь, что мы наладим все-таки координацию действий. Может быть, несовместную операцию, как в Афганистане, отношения другие сейчас. Но координацию действий мы наладим. И избежим всяких случайностей, и союзников приструним, чтобы они своими действиями нас не столкнули. И в этом плане, я думаю, что, может быть, даже положено начало после всех взаимных претензий и недоразумений какой-то новой полосе наших отношений, больше связанных с сотрудничеством, а не с конфронтацией. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.